надо сразу все включать да слава богу продолжаем третья часть у нас сегодня да слава богу слава богу да на связи я включил громкую связь уже включил так слава богу конечно качество связи не очень но слышно походу ну слышно слышно ну нам по крайней мере здесь слышно что еще хотел моментик добавить наверно за всего насчет истории церкви да нам действительно необходимо изучать историю церкви так но это необходимо лишь после встречи с христом начала личной трансформации но да 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 если все выстроить вот последовательно и все должно стать на свои места то есть сначала младенцы да потом дети потом юноши и после этого отцы и на каждом этапе есть свои победы достижения свои мысли свои убеждения и все прочее то есть дети еще там в стычках с дьяволом проигрывают но юноши уже побеждают да если в начале мы начнем изучать историю вместо того чтобы познавать христа эту вся история будет обращена против нас да да я тоже когда преподаю в школах библейских некоторых я делаю акцент тоже на том что вначале должен примириться с богом действительно и шагнуть господом в него а потом уже потому что на самом деле знание она может только навредить то есть изначально личный опыт да да не что и внутренние свидетельства переживание с дар да жизнь до самого начала то есть моя душа и мой дух внутри взывает папа я слышу ответ сынок и вот эта радость разливается по телу ага и дух святой который открывает который начиная там от помоги жене заканчивая вот смотри ну вот 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 и ты идешь к человеку любишь и он там в слезах кается и что это со мной было бог ко мне пришел и вот этот получая новый опыт уже имея практику какие-то задатки нового опыта да потом открывая библию открывая историю церкви мы видим и читаем и понимаем так он же за духом ходил ага те же вещи ему точно так же сейчас уже живое понимание уже живое да 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 еще больше утверждаюсь я не вычитываю да он делал как он делал я хочу быть как он уже как он да я уже вот вот такой просто у него опыта больше так я еще больше к духу святому еду и получать свой опыт то есть каждая теперь строчка писания каждая история про святого она живая каждый пункт с истории церкви теперь меня еще больше ко христу тянуть тянуть будут и наседать да 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 то есть дух святой по любому использует наш понятийный аппарат дух скажет иди туда например да ну да да ага подразумевая что мы умеем ходить угу то есть он нам не говорит подними ногу ну да по умолчанию уже да уже имеется ввиду ага да он говорит пойди и называет место например понимая что мы знаем это место то есть он пользуется тем что мы знаем и умеем и понимаем и не стыдиться этого то есть если изначально с духом святым я пошел изначально я действительно по-настоящему погрузился баптиза баптиза в него да 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 каждая такая история каждое наседание потом дух святое сможет еще больше мне открывать используя те истории эти вещи которые я читал из библии или жиро да 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 то есть изначально у меня есть учитель а не я учусь чему то помазание которой внутри она учит уже да 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 и уже не важно через что учит и на молитве учат и читать описание Через кино, через общение с братьями, сёстрами, да. И пошло-поехало. То есть, если этот процесс включился, а на дальше всё ко благу. Да. И тут уже нету разницы, ни деноминации, ничего. Любые примеры, а не ко благу. Любящим Господа, призванным по Его изволению, всё содействует ко благу написано. Да, да, да. Вот. И, например, как уча людей, я могу сказать одному, никуда не двигайся, сиди дома, просто молись. Ага. Три-четыре часа в день у тебя молитва ближайших полгода. Ага. И, ну, консультации, вопросы, ответы, то есть уже по ходу молитвы, по ходу преображения. Ага. Ага. Но ты никуда не идёшь, ни за кого не молишься, ничего там не дёргает и так далее. То есть кому-то я так скажу, а кому-то я скажу наоборот. Давай, вставай, вставай с дивана, иди на работу, устраивайся, работай и заботься о семье. Да, да, да. Потому что это твой этап сейчас духовного взросления, стать мужчиной. Ага. Ну, это духовно. Ну, да. Всё духовно, по сути. Это наша чисто человеческая такая условная градация такая, вот это духовно, это не духовно. На самом деле всё духовно. Ну, сто процентов. И если я с кафедрой буду один месседж или второй проповедовать, это приведёт к перекосам, потому что тому, кому молиться, он будет слышать, понимаешь, остановиться и молиться, даже оставить работу, просто в пост пойти, в отпуск взять, он будет слушать, давай ещё больше работать. Да, вперёд на баррикаду, да. Или наоборот, да. Вот, то есть, ну, вот это, это, то есть, обобщение ведёт к перекосам. Так. То есть, Евангелие, это личное взросление, это отцовство, это быть отцом для детей. И вот именно вот отцовство, оно понимает, что ты сейчас юноша, тебе сейчас с дьяволом воевать, духовной бронью заниматься. А тебе просто квасится в любви, благодати и всепрощении Бога. Да. И всё, и точно так же мы можем и историю церкви рассматривать, с такой позиции. Историю реформации тоже, да, всё, всё. Да, 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 да. В протестантском движении есть очень, как система, да, очень классные действительно вещи. Это умение жить в этом мире. Аминь, да. Правильно. В гармонии, да, да, да. Умение работать, умение действительно воспитывать детей. Угу. Применять вот к семейной, к такой обыденной жизни. Угу. То есть жить во времени. Да. Ну, это часть жизни. В древних церквях это внутреннее, вот это такое затворничество, но без перекосов я имею в виду. Ага. Внутренняя жизнь, тайная жизнь, мистическое переживание. Угу. Писанию, то, что Дух тебе говорит. Угу. Оно согласно с Духом Писания, но ты после этого только видишь, когда поверил. Угу. Это часть тоже жизни, когда нету ни Писаний, ни стандартов, ни шаблонов, ни фундаментов, ни оснований. Только Христос. Живый, живой Бог. Сущий, везде и во всем. И точно так же этап, когда ты видишь Христос других. Вот. То есть, и вот это расставить просто на своих местах? А что-то плохо слышно стало. Киф, вот сейчас лучше, поближе к микрофону. Хорошо, хорошо. Да. Спасибо. То есть, есть сферы в каждой церкви. В католической церкви это организованность. Да, структуризация там, да, мощная. Структуризация, четкость. Да, что есть, то есть. Вот. В православии такая свобода. Ну, как сказать. Ну, я не беру РПЦ, я именно историческое православие. Это какое-то независимость. Ну, да, да, да. Африфонизм, да, да, да. Да, историческое православие, да, такое, да. Вольница. Независимость от рима. Да, да, я от рима вообще, друг от друга. Я РПЦ не беру. Это как были папы-самадуры, то есть, ну, и тут в счет их брать просто нельзя. И тут, ну, такая система, которая получилась. То есть, это, ну, вот, церковью, ну, говорить про церковь, это невозможно. И просто взять полезные, взять эти все вещи, расставить все на своих местах. Ага, да. Как бы, нечто вроде как Франкенштейна христианского такого, чтобы, да, значит, там, значит, забыл я. Ноги свидетелей Иегова, значит, сердце Песятника, значит, там, значит, там, как бы, уста харизма, так, значит, там, руки баптиста или что-то. Я не помню, короче, вот, так смоделирую, я представил, думаю, надо же, Франкенштейн говорит, точно, ну, доктор, там, из того слепил, из того слепил, из того, из того. Ну, образ, образ идеального христианина, короче. Ну, Христос, скажем так. Как ты тогда, да, я слышал такое уже. Ага. Интересно. Потому что, ну, сферы, где действительно Христос проявляется, не отображают Христа. В той или иной мере, в той или иной сфере. И это хорошо. И на это, в принципе, только стоит смотреть, как на церковь. Ага. То есть, церковь – это то, где проявился в человеке Христос. Как это? Дух, который не признает Христа, пришедшего во плоти, нет Бога. Да, да, то нет Бога, да, да, ага. Ну, а мы твой. Дух, который не видит в церкви тоже Христа. Да, да. Во плоти. Это Дух Антихриста, да. Да, Дух Антихриста, да. Да, да, точно. И я не могу отодвинуть ни любую часть, даже если они запутались, даже если им тяжело, даже если, ну, у каждого действительно есть свои такие моменты. Ага. Как это сказать? Вот есть, Дух Святой хочет произвести свой плод через нас. И у каждого есть свои традиции в той или иной сфере, где мы просто профессионально не позволяем Духу Святому произвести плод в нас. А, интересно. Профессионально не позволяем Духу Святому. Да, интересно. Как бы, да. Конфессионально, доктринально. Вот такое, такое даже отчасти вседозволенность в протестантизме. Ага. Оно не позволяет кротости проявиться через нас. Вот такая чрезмерная даже свобода, да. Ага. Вот. Чрезмерная подотчетность. У католика, естественно. Ага. Не позволяет проявиться тоже, ну, как это, ну, вот это гордыня, которая, да, уничижение, что православное. Ага. Вот. А, да, да. Она не позволяет вере проявиться. Ну, да. И, то есть, у каждого есть свои вот такие заморочки, да, точно. Которые действительно не позволяют, и у нас, получается, у тех больше в этой сфере плодов Духа Святого, у тех больше в этой сфере плодов Духа Святого. Ну, чтобы никто не гордился. Ну, да, кто на что позволил. Ага. Наша задача просто позволить. Не мешать ему. Да. Все меньше и меньше мешать. И в этом суть церкви. Угу. Вот. А все действительно, ну, основание всего Христоса, основание вот это личное отношение. Да. Вот. Когда, ну, в мире точно так же, то есть, когда ты уже профессионал, тебя берут на работу. Лучше не становишься. И ты становишься частью команды. Ага. Но когда еще ты просто учишься, вот так ты учишься. Угу. И к тебе соответствующие отношения. Да, слава Богу. Вот такие размышления, такие рассуждения. Ну, первое, вот, на чем я реально основываюсь сейчас и о чем пытаюсь говорить, вот это просто отношение с Иисусом, личное отношение, свобода даже о церкви. Ага. Потому что Христос личный спаситель. То есть, акцент на личном переживании. И к этому доктрины примешивать, ну, противопоказано. Ага. То есть, нужно окрепнуть. Нужно просто молочко. Нужна просто любовь. Нужна благодать. И в этом квасится. Не лезть никуда, не смотреть никуда. Ничто в бапкистов, ничто в, там, не знаю, в сатанистов. Неважно. Есть просто Христос. То есть, из личной доктрины на первом этапе даже отвлекают. Очень сильно от Христос. Угу. Но потом ты уже начинаешь глубже катать и понимать, и осознавать. И тогда время учиться. Угу. Когда ходить научился, когда говорить научился, когда какие-то базовые навыки получил, вот, тогда можно и в садик, и в школу. Угу. Тогда, используя вот эти навыки, уже можно приобретать и другие навыки. И дальше, 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 дальше институт, и дальше работа. Тогда уже можно и про дары Духа Святого говорить, и про служение, и про церковь, и про историю церкви. Ну, если вот этого внутреннего трепета нет, ты вне церкви, каким бы ты ученым не был. И ты не сможешь присоединиться к церкви. Внутренний трепет. Интересно. Да, ну, Иисус-то говорил Никодиму-то, что если не родишься свыше, не увидишь Царство Божье. Да. То есть независимо там, у него, у Никодима наверняка были хорошие доктрины, как бы, хорошее образование, служение хорошее, наверняка. Один из учителей Израиля. Но ему нужно было рождение, духовное перерождение. Да, да. А, кстати, вот тогдашнего... Это прокватишься, как вы даже проповедовали, да, насчет баптизма, насчет проквашивания. Да, да. Не вылазить в банки, пока не проходишься. Да, да, да. Это первый этап. Тогда можно дальше говорить уже. Так, что товарищ огурцы в банку... Сейчас говорить не надо. На просолке. Ну да, главное не дергаться. Первая заповедь огурца. Главное не дергаться. Да, да, да. В банку и все. Просто не дергаться. Просто ограждаешь людей, чтобы никуда не смотрели, ни о чем не думали. Абсолютно. А дальше оно само, чик-чик-чик-чик, пошло-пошло-поехало. Соль пройдет внутрь, да. Да. И даже воевать с грехом смысла нету, потому что, как Иисус говорит, то есть там педерасты и другие, пьяницы, губнеядцы, они не войдут в царство. И я больше, чем уверен, это не насчет вечной жизни, это насчет царства, это насчет жизни в царстве божьем, в себе власти, духа, не стреляя, не гоняя бесов, воскрешая и живя в радости и в победе. Таким просто невозможно туда войти. Да, не того духа люди просто. Не того расстроения. И на каком-то этапе даже этот грех в любви растворяется и уходит, потому что ты выбираешь лучшее. Ну да, вчера как раз один брат писал вот в сообщениях, здесь в трансляции как раз на ютубе, значит, как освободиться от греха, там у него там курение, там пьянство, что-то еще там, он перечислял там такие вещи. Я говорю, а зачем бороться самому, освобождаться, можно Богу вызвать на самом деле и Господь, и пребывать в Боге, и Господь уже освобождает. И ты уже не грешишь не потому, что ты стараешься, как бы там напрягаешься сам, а потому что Бог в тебе это совершает. Это совсем иной подход вообще. Или держаться от греха самому, или же позволить Богу в тебе действовать, жить Христу. Это совсем разный подход, да. Совершенно верно. И вот эту позицию применить насчет доктрин, насчет церкви. Ага, да. Не воевать с плохим. Ага. Смысл с грехом боевать и избегать греха, то есть все равно у тебя сознание греха получается. Ну да. А действительно позволить Богу? Да. Это как притча там. Ну сейчас да. Даже вот на эту тему развиваю гид, даже казалось бы, писание другой традиции говорит, сурочки тоже. Да. Там в Багуд-гиде сказано, что ты можешь воздерживаться от греха, от греховных привычек, но вкус к ним остается. Да, да. И дальше он говорит, но силой высшего вкуса божественного преодолевают все нищие. Просто надо заменять. Хороший пример Андрей сейчас сказал. Но мы об этом еще поговорим. Обязательно. Сурочки цитировал. Очень хороший пример, да. Из Андрея. Я даже на санскрите помню этот стих. Я еще могу дожарить. Попозже процитируем. На санскрите это все. Хорошо, добренько, да. Кифа с нами был первую часть сегодня. Вот эту сейчас часть благоставений. Значит, да, значит, там и деток спать, да, уже пора ложить там все. Вот, значит, ну, по возможности тогда уже, может, в течение ночи, если будет возможность, в любой момент дозвон и входить тоже в эти рассуждения и в молитву. Помолиться, потому что будем сейчас мы тоже рассуждать, будем, значит, будем из истории тоже и реформации, из истории христианства, из Библии будем брать примеры. А вообще ночь посвящена этой молитве. Поэтому, если там слово есть, молитва, то в любой момент, короче, до 6 утра в любой момент, в любой час дозвон и включаемся на громкой связи. Хорошо, родные, огня у вас. Да, все, да, с Богом, да, шалом. Шалом, да. Привет всем святым во Львове. Да, всем родным во Львове. Да. Благо есть родные, у меня там люди тоже. Родные, да, слава Богу, да. Друг лучше, Андрей там. А, тоже Андрей? Да, у нас тут три Андрея, ну, самых близких, есть еще два в церкви тоже. Ну, три, нас называют три Андрея, три други. Да, братья и сестры, вот, значит, я, значит, поясню кое-что. Надеюсь, все было хорошо слышно, значит, в общем-то, ну, нам здесь, по крайней мере, слышно все было. Значит, нужно все-таки другое аппарат будет с хорошим микрофоном именно, вот, хороший микрофон нужен. Человые хороший микрофон, очень хороший, ну, особенно старый. Чтобы делать такие, вот, трансляции, чтобы было все четко слышно. Но дело даже, даже если шумом, ничего страшного. Сама суть, думаю, была понятна. Сама суть послания. Мне очень понравилось из Кифы, вот, высказывание его, значит, «Моя доктрина – любовь», да? Да. Очень сильно, и как раз это, скажу так, это прямо вот, ну, и по сердцу. А еще Кифы сейчас вспомнил, значит, момент, потому что, я думаю, из тех, кто подключился, или из тех, кто будет смотреть потом видео, не все, думаю, поняли, о чем идет речь, как бы, потому что есть вещи, которые мы, как бы, знаем уже, между собой уже общаемся, как бы, а со стороны это может показаться немного чем-то странным, чудным. Причем, что за огурцы, что там за просолка, там и прочее. Дело в том, что, значит, поясню, слово «баптизо», вот, Иисус использовал, ну, Иисус, вообще-то, говорил на своем еврейском, да, арамейском, но уже в греческом Новом Завете используется слово «баптизо», «баптизо». Вот слово «баптизо» раньше пугали в СССР, такое было страшное слово, верующий там. Собирательный образ такой. Собирательный, вот, «баптизо», «о-о-о, это что такое?» Страшно, что-то такое. Увы, и сейчас люди от этих пережитков не избавились, до сих пор свидетельствуют тысячи. Да, ну, бывают такие штундыки, там, что-то, там, что-то, там, что-то, там, баптизо там. Да, ведь сектанты говорят «баптизо», это так вообще. Да, 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 да. Вот, я даже напомню на приходе, последний мой приход в традиционном православии, нереформаторском еще, вот, с которого я уже ушел уже, вот, в девяносто шестом году. Значит, но последние месяцы я, как бы уже, как, ну, реформатор внутри, находясь, РПЦ, в такой ипостаси выступал. То есть, как бы, значит… Крипто-реформатор. Крипто-реформатор, да, можно так выразиться, да, точно. Так вот, значит, и там, помню, как-то одну бабушку привели на служение, народ стал подтягиваться к храму, на служениях воскресных, смотрю, народу поприбавилось. Многие приходили, ну, послушать слово, проповедь послушать, потому что я все время прервал литургию, допустим, прервал я, ну, раз пять минимум, на короткие такие, по пять, по десять минут такие разъяснительные такие моменты, проповеди, особенно после апостола, после Евангелия, это у меня была проповедь, безусловно. Значит, и в конце служения, безусловно, тоже, ну, там было совсем чуть-чуть. Вот, значит, люди приходили слушать слово, всем раздавали новые заветы, значит, там, значит, на входе, прям, значит, там. И, значит, все у нас обряды служения, я, это, как бы, моя реформация финансовая началась тут же, первым делом даже, кстати, значит, я написал объявление такое, в нашем храме все богослужения и требы, и скобочка там, крестины, венчания, отпевания, все-все-все-все-все-все, совершаются, и большими буквами, аршинами, бесплатно. Ну, там, правда, еще внизу было мелким почерком еще что-то подписано, что, значит, ваше добровольное портавание, если желаете, можете принести, значит, там, прямо в храме. И один был ящик у нас оборудован, значит, под это, значит, там, в храме специально стоял, значит, и я даже бабушек там проинструктировал, чтобы они даже не смотрели в ту сторону, чтобы, ну, как бы, не было в нем манипуляций или, как бы, или там люди могут пожертвовать не потому, что они хотят, а потому, что просто, ну, как бы, смотрят, мало ли сейчас, как бы, осудят, потом, значит, не пожертвовал ничего. Вот, вот, и бабушке, специально говорю, бабушке даже в течение служения всего, даже не смотрите в ту сторону, пожалуйста, то есть, и старосты, и казначей все так, поэтому не смотрели. Вот, правда, Бог вознаградил нас очень сильно, потому что буквально там через несколько месяцев наше пожертвование, значит, там, когда месяц подходил к концу, значит, ревизионная комиссия, все пересчитывали, смотрели, конечно, были в шоке бабушки мои, особенно вот и казначей, она была в шоке, значит, и староста, они говорили, батюшка, вы раньше говорили, когда начиналась эта реформация приходская моя, говорили, батюшка, вы первым уже пожалеете, и так доходы, говорит, вы вообще, кот наплакал, да, значит, мы еле-еле, вообще, значит, там, значит, как бы, значит, как бы, на все наскребаем, а это вообще бесплатно, и все, и Кристина, и все, короче, все, к храм по миру пойдет, короче, значит, будем сами на паперте стоять, вот, как мышцы церковные, короче, значит, я, значит, ну ладно, успокоил, ну, вам жить, говорит, вам жить, в принципе, вам, говорит, ну, ладно, как хотите, там пошла уже там, мол, мол, батюшка, смол, с ума сошел, а я еще даже не просто в храме повесил объявление такое, а, значит, еще даже в местную газету району объявление дал такое, значит, такое же, короче, это был шум районного масштаба, и областного, и даже межобластного, даже со Смоленского, соседней области звонили, там, что, батюшка, что у вас там вообще, короче, ладно, а представляете, через несколько месяцев финансовое такое чудо, свидетельство такое, представляете, бабушки сами обомлели, стали подсчитывать, так у нас в несколько раз увеличился доход храма, даже в сравнении с лучшими месяцами года предыдущего года вообще, конечно, для них это было что-то с чем-то, потому что, на самом деле, да, ну, многие там, просто, там, приезжали дети, допустим, значит, к своим, там, бабушкам, там, мамам, там, своим, значит, там, видели отношения священника такое гуманное, хорошее такое, значит, они, как бы, и они там тайком, оказывается, там, туда пресс свой, туда просовывали, значит, бабушки были в шоке, вот это да, вот это да, значит, а это что за деньги такие, ладно, белорусские зайчики, ладно, там русские рубли, а это что такое? Доллары со шагом. У нас появились впервые данные на приходе. Вообще, люди удивились, что доходы резко выросли вообще храма, представляете? И потом, знаете, для многих это было свидетельством таким хорошим. Но я сейчас не о том даже, а о том, что там однажды на служение привели одну бабушку, она слепая была, но все хорошо слышала. И она была местным экспертом, оказывается, сектоведом местом. Там Дворкин отдыхает вообще со всеми прочими. Значит, и она сделала вывод такой, бабы ее обступили, потом, значит, там рассуждали. Она говорит, батюшка, ваш батюшка Штунда, бахтист, в какую-то секцию, какую-то, бахтист, еще в какую-то секцию попал, секцию, что секцию, думаю, это что, каратэ, секция бахтистов? Астральный каратэ. Астральный каратэ. Короче, да, значит, а ей бабы говорят, ну, вообще-то он батюшка, он с епархии, все, значит, с крестом. Я, говорит, я не вижу бабы, но я все слышу. Я еще была девчонкой, она, короче, она была еще девчонкой, и, говорит, бахтиста меня, и те, говорит, значит, в секцию свою заманили, говорит, короче. Я, говорит, все слышал, он так же говорит, вот там говорили, лет 90 назад, короче, значит, она уже за 90 лет уже, вот, короче, вот так же он говорит. Представляете? Вот, так что, да, не, ну, 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 люди. Ей бы в ХК работаете. Да, она, говорю, местный эксперт был, оказывается, да. Ну, знаете, если серьезно уже, то слово баптиста, оно не страшно, на самом деле, слово, значит, как и многие другие слова, и православный, там, и католик, значит, там, и 50-ник, адвентист, значит. Я даже порой там тоже говорю так часто, что я баптист, да, я баптист, 50-ник, 50-ник, харизмат, харизмат, католик, католик, православный, православный, конечно, да, свидетели Иеговы, свидетели Иеговы, мормон, мормон, даже не знаю. С мормоном уже сложнее. Сложнее, да, это как-то уже отдельная конфессия, книга отдельная даже такая. Да, да, там ангел отдельный. А, нет, 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 это я перегнул палку уже. Ну, короче, какие-то еще там названия, какие-то там, может быть, не знаю, методист, методист, квакер тоже. Квакер, да, 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 тресунта, не знаю, короче, много всяких названий, но дело-то не в названиях, а в самой сути, вот что за этими словами стоит. Так вот, возвращаясь к вышесказанному, баптизо, это греческое слово, вообще-то, вот, из Нового Завета. Иисус, когда уходил, между прочим, он так и говорил, баптизо, одно из последних его как раз было наставлений, что кто будет веровать, он сказал, и крестится, ну, там оригинально баптизо, да, написано в Новом Завете, спасем будет. А кто не будет веровать, осужден будет, он говорит. Вот, и дело в том, что, дамы и господа, братья и сестры, это слово, баптизо, вот, в современном греческом языке, в любом словаре, открывайте, пожалуйста, оно означает окунаться, погружаться. Но, в современном греческом, имеется в виду, что ты окунулся, и тут же ты, как бы, вышел оттуда. В старом греческом языке, баптизо, означало не так, означало погрузиться и там и остаться, не выгружаться. Вот, понимаете ли, и это, конечно, странно, но баптизо, вот, в те времена использовалось, вот, даже еще лет за 300 до Иисуса Христа, до нашей эры, использовалось для описания соления огурцов, чаще всего. Вот, вот почему про огурцы и кифы вспомнил, ты про овощи-то, соления. Вот, значит, соление огурцов, и вот, интересно, вот малосол любите? Малосол, как бы, малосол своя прелесть есть у малосола, потому что он, как бы, на шкурке соленый, а внутри он еще свежесть сохраняет, свежего огурца. Вот это сочетание свежего и соленого, как бы, свою прелесть создает такую, да, вкусовую. Вот, если вообще фанаты малосола. Так вот, значит, и малосол греки тоже любили, между прочим. В кухне греческой ставе, значит, малосол использовался. Но, для описания малосола баптизо не использовалось. То есть, баптизо назывались только лишь те огурцы, которые прошли полностью просолку и имели соль не просто на шкурке у себя, а внутри себя имели соль уже. Вот это вот баптизо. Вот, значит, поэтому, значит, Иисус, слова Иисуса сегодня можно понять, знаете, как, вот таким образом, расширенно, как бы, вот есть такое выражение, расширенный перевод. Мне очень нравится, когда вот такие цитаты делаются в расширенном переводе, потому что многие слова греческие сегодня имеют много значений очень, не говоря уже про ивритские слова. Если еврейский брать язык, я Маяковского перефразирую так, еврейский я выучил только за то, что им говорил сам Мессия, сам Машех. И еще слова этого, допустим, того же самого, там, как шалом, такие слова, другие слова иврита, до 70 значений имеют на современном русском языке. Представьте, какое богатство. Так вот, нужно расширенно, много очень предложений даже, чтобы одно предложение даже расширенно показать, что же Бог имел в виду. Так вот, в этом слове своем. Так вот, интересно, что баптизо, да, для соления огурцов, получается, просолка сама, вот описывалось это. И расширенно можно так сказать, что Иисус сказал, что кто уверует в Меня, получается, как бы, и будет сорван этим самым, этой верой, да, с грядки, как бы, от огорода этого мира, попадет из грядки прямо в катки мои, вот эти вот, да, с грядки в катки. Значит, и погрузится в Меня, в сущность Отца, Сына, Святого Духа, погрузится в Меня, значит, и просолится Мной, будет спасен. Вот, то есть, можно, а кто не будет веровать, тот, получается, так и погибнет на огороде, на грядке мира сего. Знаете ли, но Бог хочет, чтобы весь урожай был спасен. Так что, товарищ огурцы, по каткам. Я поэтому говорил часто у себя тоже в церкви, что, говорю, первая заповедь огурца, говорю, не дергаться, значит, и, потому что, как же огурец просолится, послушайте, если он попадет, допустим, хорошо сорвали его, окунули в катку, значит, и достали, смотрят, нет. Положили, окунули, нет. Он так никогда не просолится, он просто погибнет, этот огурец. Вот, поэтому, значит, задача такая, погрузиться и пребывать в нем, в Боге. Хотя, конечно, баптизу там, конечно же, это относится косвенно и к водному крещению, к таинству водного крещения, конечно же, но это в меньшей степени, гораздо меньшей степени. В большей степени идет речь, по контексту всего Нового Завета, идет речь именно о погружении в сущность самого Бога. Вот, и просолка, пропитка, вот сейчас выражение такое еще, я встречал уже часто уже, особенно в харизматических кругах, выражение пропитка, пропитаться Богом, да, вот это действительно, это баптизо, вот это баптиз настоящий, пропитывающийся Богом, ежедневно, ежечасно, постоянно, как говорится, 7 дней в неделю, 2-4 часа в сутки, пропитывающийся Богом. А если вот пропитываться, не пропитываться, так вот, то, ну, так никак не просоришься. Вот, и поэтому написано в Новом Завете, имейте соль в себе, не просто на шкурке, а внутрь себя, то есть, пустите соль в себя, внутрь себя, тогда будем солью этого мира на самом деле, вы соль этого мира, да. Но, опять-таки, соль-то, соль, но нужно, это же не сами по себе мы соль-то, должны понимать, да, в контексте всего Писания-то, всей Торы, пророков, Нового Завета, всех поэтических этих писаний, там, исторических, все Библии в контексте, что имеется в виду, что не мы сами по себе соль, как бы, да, источник этой соли, а что Бог в нас, Он есть источник этой соли уже, вот, мы осоляемся им, вот, и то же самое, как и свет этому миру, тоже не мы сами источник этот, как бы, да. И вот Таинство Нового Завета, в чем заключается, по сути, в том, что Христос в нас написано, упование славы, это тайна, сокрытая от веков, в веках сокрытая, даже от ангелов, даже это не только человеческому уму непостижимо, но даже и ангельскому уму это непостижимо, с трудом мы постигаем это всей своей жизнью христианской. Ладно, ну, это, как бы, это тема отдельного уже, отдельной беседы, отдельной проповеди, но, вот, сейчас еще что хочу сказать, значит, по поводу баптизу, значит, еще одно замечание, баптизу, вот, до Иисуса Христа, да, и во времена Христа, во времена написания Нового Завета, в коей, в этом наличии, сельском, простонародном наличии, вот, оно использовалось в очень простых, практичных вещах, вот, первое, в основной своей массе это соление огурцов и засолка овощей, вот, и второе, это прокраска тканей, когда, вот, процесс прокрашивания тканей, они называли тоже баптизу, не процесс, вернее, а завершенный уже процесс, баптизу, вот, это была технология, там, да, из моллюсков каких-то там вырабатывали эту краску, значит, прокрашивали пурпур знаменитый, вот, который в веках, там, даже археологи до сих пор находят, допустим, фрагменты какие-то, там, краски сохраняются, удивительно вообще, то есть, вот, какое качество, представляете, на зависть вообще, качество какое, вот, и в этих полисах греческих были свои, как бы, ОТК, наподобие что-то, вот, значит, контроль качества какой-то был, значит, и, значит, чтобы потребителей своих защитить греческих, значит, и вот эти вот товарищи компетентные, они приходили на производство, допустим, вот, на рынке эти и брали отрезы этих тканей на, как бы, экспертизу могли брать, значит, и отдавали женщинам, те с ними, что такое не делали, короче, и варили, и парили, и варили, значит, там, значит, и стирали всячески там, короче, все делали, значит, чтобы проверить качество этих тканей. И вот после всех этих варок и стирок, если, значит, ткань осталась такой же, ярко-красной, значит, и краска с нее не протекала, значит, что она качественно осталась, тогда вот эта комиссия, вот эти вот товарищи, они брали эту ткань и вот они провозглашали баптизу, и тогда уже в бумагах, это как бы контроль качества был. Поэтому, вот, но я так рассуждаю в контексте Нового Завета, чем мы прокрашиваемся, собственно, как мы перекрашиваемся вообще, чем мы перекрашиваемся? Кровью Иисуса Христа, я так рассуждаю, как этим пурпуром тканей те прокрашивались, но я думаю, что христианин, он должен пропитаться кровью Христа, действительно, живой этой кровью, потому что мы искуплены от суетной жизни, от греха, от проклятия, только лишь кровью Христа, и прокраситься так этой тканью, что, действительно, никакие стирки этого мира, знаете ли, полоскания там и кипячения, чтобы, действительно, ну, с нас не проистекало все, чтобы, действительно, мы пребывали во Христе, а Христос в нас. И уже не я живу тогда, тогда небесная УТК поставит свою печать, и познал Господь своих, и поставит свою печать небесные ангелы, небесная канцелярия, что, да, Баптизо, на самом деле Баптизо, вот это настоящий Баптист. Знаете ли, ну, это я так вкратце рассказываю об этом всем сейчас, вот, в этой части, но, знаете, друзья, вот, когда об этом отдельные семинары провожу, там, с историческими, такими, этими, вот, примерами, я помню, в одной Баптистской церкви проводил семинар в Рязани, на Бутырках есть, там, дом молитвенный такой называется, на Бутырках, вот, значит, район Бутырки называется, и вот, значит, и дом молитвенный, там собрались люди, в основном Баптисты, ну, там были и, как бы, и других церквей некоторых представителей, вот, 50-ники Харизматы были, значит, кстати, там даже пообщался с женщинами двумя, значит, которые, как выяснилось, меня помнили, еще молодого священника, в 91-м году я в Рязани начинал свое священническое служение, в Борисоглебском соборе, и они тогда были прихожанками этого собора, ну, по крайней мере, одна из них была даже, ну, не просто даже прихожанка, а активной прихожанкой, будем так говорить, этого собора, вторая крестилась у меня, оказывается, даже, вот так вот, ну, я ж не помнил всех, я крестил много тогда, значит, тысячи тогда крестин было, каждый день примерно человек 150 было крестин, представляете, какой был ажиотаж, на всю Рязань тогдашнюю, огромный город, значит, областной центр, всего лишь два храма было действующих, вот, вот наш, вот, Борисоглебский собор и Кладбищинский, там, это Скорбящинский храм, и все, и все, вот тебе и все, значит, поэтому, как бы, и вдруг дозволили вроде как религию, веру, значит, в соборе, я удивился, такое на Пасху только бывало вообще, да на Рождество, значит, а здесь обычное воскресенье, не праздничное совершенно, храм битком, как в бочке, селедка, вот это да, думаю, вот это да, я даже, притом, притом, ранняя литургия, в 6 утра начинается ранняя литургия, я к 6 прихожу, начинаю там, смотрю, уже народ уже толпится, вот это да, такого никогда вообще отродясь не было, ранняя литургия обычно вообще пустая, там, ну, певчина, он за ящиком кто-то стоит, ну, может, кто-то зашел, свечку поставить, мало ли, там, кому не спится, но вот никогда такого не было, чтобы уже народ толпился уже, ну, 6-7, уже к моменту Великого Входа, храм уже больше или меньше наполнен, вот это да, думаю, такого никогда раньше не было вообще, 91-й год, еще официально был Советский Союз, но уже как бы все трещало по швам уже, туда-сюда, и народ, в крестилку вхожу, народ уже толпится уже, я потом подсчитывал, когда уже, значит, у нас была такая зарплата, в конвертике еще там, в конвертике нам доплачивали с епархии, вот, требные наши, так называемые, вот, значит, так подсчитывали, сколько крестин-то было, у меня получалось в среднем, так, подбивали, в день 150 человек крестить, это помимо всех еще служений, вот это да, представляете? Вот, то есть народ-то действительно шел, но, к сожалению, мы вот тогда священники молодые, мы вот и там, и старые священники были, но не давали веры, понимаете ли, не указывали, к сожалению, вот на Христа, а любые попытки, они просто пресекались, понимаете ли, вот подобные деятельности из епархии самой же пресекались, епархии самой же, к сожалению, и властями епархиальными, вот, подконтрольными КГБ, значит, тогда, значит, то есть, ну, такая была вот еще Петрушка, знаете ли, очень тяжелая была атмосфера, такая внутрицерковная, я имею в виду, вот, значит, и, понимаете ли, то есть священник, он должен был быть, по мнению даже епархии, значит, и властей епархиальных, именно требоисполнителем, служителем, значит, но, как бы, но страшно далеким от народа, как бы, значит, и, да, не пастором однозначно, да, значит, да, значит, поэтому, знаете ли, вот, мне до сих пор вспоминают все это, так вот, одна из женщин тех, вот, в баптистской церкви, она говорит, да, вы меня крестили когда-то, ну, вот, я извиняюсь, а потом я, вот, уже у баптиста перекрестилась, потому что я уже, пришла уже к Вере осознанно, сознательно, говорит, потому что, значит, вы меня не судите, говорит, я говорю, да нет, женщина, сестра, говорю, я не сужу, наоборот, понимаю вас, прекрасно понимаю, потому что, ну, как бы, одобряю даже ваши решения, то, что мы с вами сделали тогда, в девяносто первом, это халтура была просто-напросто, это, ну, как бы, это не настоящее даже, ну, Профанация таинства называется. По сути, это без воцерковления, без просвещения. Как Иоанн Златоуст говорил, что без просвещения, и Кирилл Иерусалимский говорил тогда, в 4 столетии еще, что без просвещения это простое мытье. Вот такое крещение. Ладно, друзья, опять у нас светло-радио еще помогает ориентироваться по времени. Пусть Бог благоставит. Буквально через короткий промежуток времени, минут через 5, продолжим эфир. Сегодня у нас День Великой Реформации, 31 октября, вечер. И вот в ночь 31 октября, на 1 ноября, вот такое у нас все начальное такое с прямым эфиром из Слова Божьего, из истории христианства. О лютере уже сегодня было сказано, значит, там, немного о реформации, о видении, о реформации Кифа говорил, такие некоторые провокационные вещи, как бы, и для размышления нашего. Думаю, потом продолжим об этом говорить. До встречи, да, буквально, как говорится, не переключайтесь, оставайтесь с нами. Да. Да, до утра, до 6 утра, кто может. Ну, а кто не может, то тогда уже, значит, уже в записи уже посмотрите, потому что тоже не сможете давить, потому что на работу, там вот все. Так что, вот так вот. Слава Богу, Аллилуйя. Аллилуйя. Так, сохраняется все.